Человечество много лет мечтало изучить космическое пространство. 12 апреля 1961 года всего одно слово «поехали» из уст советского космонавта Юрия Гагарина изменило мир навсегда. Мечта освоения космического пространства стала реальностью. Делая первый шаг на Луне, американец Нил Армстронг произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества». Однако в третьем тысячелетии эра новых космических открытий так и не наступила. Вместо этого государства увлеклись бесконечными спорами за территории и ресурсы. Асгардия предложила человечеству решение. Сообщества людей по всему миру сплотились вокруг идеи создания принципиально нового государства, отбросив все политические взгляды и разногласия. One Humanity, One Unity – огонек надежды человечества на мирное покорение космоса. Мне вместе с командой выпала честь наблюдать историю первого космического государства. Что же такое Асгардия и как вообще может существовать государство, у которого нет границ? Асгардия – это первое в мире цифровое государство, у которого территория – это информация. Более половины терабайта данных отправлено в космос для того, чтобы являться основной территорией Асгардии. Когда мы начали это, я не уверен, как это сделать, потому что никто не мог. Никаких книг рассказал нам, как. Поэтому мы написали этот книг. И я думаю, что мы написали довольно хорошо. Некоторые люди думают, что это не может быть сделано. Мы уже проводим... Мы уже проводим диджитальный парламент, в таком случае, что никто никогда никогда не делал. Вы можете думать, но... Давайте вспомнить, что Юрий Гагарин сказал на 12 апреля 1961. Он не сказал, что я не уверен в этом. Он сказал, что давайте. В Асгардии – это, по сути, мечта. Мечта о мире без границ. Мечта о бесконечных возможностях. Мечта о мире. Поэтому, как любая другая мечта, она до конца формализована быть не может. Но именно над этим ведется работа сейчас. И только люди, которые будут ходить в Асгардию, собственно говоря, сами асгардианцы, только они смогут коллегиально ответить на вопрос, а что же это на самом деле такое. Они ее и сформируют. В Асгардии нет границ на Земле. Поэтому язык и часовой пояс не являются барьером для диалога. Когда в Киптауне восходит солнце, а в Сидней уже виднеется луна, руководящий состав проводит специальные цифровые сессии для принятия законопроектов. Попасть в Асгардию достаточно просто. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте asgardia.space и пройти процедуру верификации. В Асгардии просто не существует бюрократии. Любой асгардианец может напрямую через сайт обратиться к парламенту и внести предложение. Это первый первый асгардийский конгресс в истории страны. И что мы достигли, это дигитальный парламент, который в себе первый мир для любого парламента, любого страна, плюс очень высокий уровень стратегии, чтобы направить направление в 12 местах работы. Никто не пробовал это раньше. Асгардия. И мы сделаем успех от этого. И это очень позитивно, видимо, что правительство и парламент работают вместе, вместо того, что против другого, что часто происходит в земной стране. Поэтому мы делаем разные вещи, и я думаю, что мы делаем их лучше. В уютном отеле «Кимпинский» государство Асгардия провело действительно историческую встречу. 12 министров представили уникальную программу развития страны. Идеи были действительно космическими. Министр гражданства Рон Шехтер поставил амбициозную цель – увеличить население Асгардии в сотни раз. Мы говорим о том, что у нас есть миллион асгардианцев. Конечный наш результат – это 150 миллионов. То есть еще есть над чем работать. Мы находимся в самом начале пути. На сегодняшний день мы разрабатываем, в принципе, всю систему, как человек, который хочет стать частью Асгардии, хочет стать ее резидентом или гражданином, как он подает просьбу, как эта просьба будет обрабатываться, что мы будем проверять, какие данные будем запрашивать, как эта информация будет храниться, и как человек будет документироваться какими-то документами совершенно конкретными, которые подтверждают его статус, его гражданство, его, скажем так, отношения к Асгардии. Благодаря Министерству охраны и безопасности асгардянцы будут себя чувствовать комфортно в новой густонаселенной космической стране. В цифровом государстве Асгарди огромное внимание на то, что мы работаем в том, что нет милитаризации в специи, нет оружия, нет оружия, etc. В результате, этот сторонник будет хорошо. Однако, мы должны предоставить какие-то будущие страдания, и мы всегда рассмотрим, что ситуация будет в будущем. В цифровом государстве Асгарди огромное внимание уделяется науке. Ну, я уже с удовольствием отчет 40 космонавтов во время и после специи. Так что я испытываю, что микрогравития, то есть отсутствие гравитии, для человеческого тела. И есть много системы, которые будут эффективны. И даже если они хорошо тренированы, и они проводят много оборудования на специи, они еще вернутся, и у них есть несколько проблем. Есть болезнодекрасивание, болезнодие, муссель атрофия, fluid шифт, и много различных уровней, которые будут эффективны. Асгардианцы, которые идут в специи, то есть, чтобы создать гравития, мы должны создать системы, оборудования, где есть энергия, вода, food, и есть хранение, что люди делают хранения. Так что, мы создаваем что мы называем «клосед-луб» системы, а жизнь поддержки, мы, по крайней мере, понимаем, что люди могут жить долгое время, без того, чтобы получить каждую неделю. Министр финансов Асгардии уверенно говорил о том, что планы станут реальностью уже в ближайшем будущем. У нас цифровое государство, государство, которое может быть создано в цифровой плоскости, может быть создано очень быстро, если есть определенные фундаменты политические, финансовые, экономические, юридические. Вот сейчас мы именно над этим и работаем, и то, что все наши министры сегодня о чем они говорили, это именно создание платформы. Как только эта платформа будет создана, а это займет, ну может быть год, может быть два максимум, государство на этой платформе может быть создано сразу. поэтому государство у нас уже есть, платформа строится, но реальные бенефиты и конкретно тот существующий и действующий орган государственный люди смогут увидеть уже в течение, я думаю, 12-24 месяцев. «Спутник Асгардия-1» был запущен 12 ноября 2017 года и содержит половину терабайта данных. Он поддерживает основы проекта, конституцию нации, ее национальные символы и данные ее граждан. Одной из главных целей цифрового государства является признание крупными международными организациями, в том числе Организации Объединенных Наций. что-то, которое будет представлено и наблюдено от других стран, это полезен для людей. И если мы можем установить на Земле и в специи, то есть все регуляции, которые подбирают в специи, если мы сможем установить это, это наш основной цель. Мы открываем для себя новую территорию, потому что впервые сформирована нация, люди, которые объединены только идеологией. Но это не политическая сила, это именно объединение как нация. Люди живут в разных странах, говорят на разных языках, они разные расы, вероисповедания, но идея объединения сквозь исследования космоса, она их привела в одно и то же пространство. Это пространство цифровое. Столица Австрии, Вена, выбрана не случайно. Именно здесь расположены представительства ООН по управлению вопросами космического пространства. Юристы Асгардии работают над принципиально новой формой юридического права. Именно в Вене, во дворце Хофбург 25 июня 2018 года прошла церемония инаугурации главы нации. Им стал доктор наук Игорь Рауфович Ашурбили. Ученый и успешный бизнесмен придумал идею первого космического государства. Идея создания независимого государства как оболочки для высоких технологических вещей блуждала у меня давно, лет 15. В Монреале после проведения международной космической конференции в мае 2016 года. Мы приехали на Монреальский конгресс в области космического права. Выступали различные топ-лидеры адвокаты со всего мира из Австралии, Америки, Японии и так далее. И вот там была атмосфера, когда Игорь увидел, но это только он мог придумать такое, что все в космическом праве в тупике. Вот нету выхода, когда каждая из великих стран, имеющая космические технологии, имеет право вето и блокирует все дальнейшее развитие, а все остальные страны сидят и ждут. То есть фактически Асгардия это попытка выйти из тупика? Абсолютно. Это попытка выйти из тупика. Игорь это придумал в мае 2016 года, во время Монреальского конгресса космического права. Это было вот на моих глазах. 12. Такое магическое число. Мы заметили, что 12 министров, 12 докладов, 12 апреля, 12 языков Асгардии. Вы верите в судьбу и в магию чисел? Как это связано? Я верю в Бога, а он есть все. Соответственно, это и числа, это и 12 апостолов насчет магии. Все, что мы делаем, это магия. В парламенте 42 страны представлены, а более десятка в числе руководящего состава. Это люди с разных концов мира. И вот эта реализация лозунга Асгардии одно человечество, одна общность, вот это было для меня наиболее радостным, что начинает формироваться единая интернациональная команда. То, что мы делаем в Асгардии и наша основная цель рождения первого человеческого ребенка в космосе, это на случай, если вдруг что-то произойдет с Землей или на случай, если человечество захочет, оно наверняка захочет осваивать космическое пространство, когда это произойдет, тогда, когда родится первый ребенок. Мы рассчитываем, что это будет в течение 25 лет на именно такой срок и рассчитана программа развития Асгардии. Как вы относитесь к ближайшей цели, Игорь, Ашурбили, это рождение первого ребенка в космосе? Я думаю, это реально какой-то вызов человечеству. Я вам обещаю, с сегодняшнего дня очень много людей будут вовлечены и будут интересоваться тема ребенка в космосе. для Асгардии это очень важная тема для Асгардии. и он работает в том, что он думает, что он должен работать. для Игоря Ашурбили самое главное, что для Игоря Ашурбили ему все равно, что говорят другие люди, пусть они верят или не верят. Самое главное, что он с научной точки зрения к этому ко всему подходит, он знает, что нам необходимо. Я по профессии инженер и я привык при своей жизни видеть результат своего замысла. Поэтому все, что я задумывал, оно летает, живет и уже существует. И я уверен, что то, что задумано в рамках Асгардии, тоже будет жить еще при моей жизни. Концепция Асгардии это шанс оставить все земные проблемы на планете и сосредоточиться на мирном освоении космоса, не забывая о защите Земли от угроз. и на сайте и на сайте в России и в России в нем уничтожили больше 1,000 людей. Я всталившись в своем доме и в автобусе в моем доме и в автобусе в соотношении Асгардианцы считают, что чем быстрее люди прекратят бесконечные споры за ресурсы и территории, которые сосредоточат свои силы на изучении новых технологий, науки и образования, то тем быстрее человечество сможет решить все свои земные проблемы. Это нечто новое, это другая реальность, это другое измерение, это цифровой мир, за которым будущее. Поэтому у нас один из девизов «Мы не лучшие, мы будущие». Продолжение следует...